Мы с вами находимся в нашем швейном цеху. Здесь мы достаточно недавно, но нам это помещение нравится, потому что изначально оно было предназначено именно для производства. Раньше здесь было трикотажное ателье, а вот сейчас располагаемся мы. Начали мы далеко не со школьной формы. Мы отшивали очень много изделий для детей, для девочек и для мальчиков. Но потом один из наших друзей, близких, он довольно-таки был успешным предпринимателем, он нам посоветовал заниматься чем-то одним. И так совпало, что одна из школ нашего края нас тоже заметила и предложила сотрудничество. Вот, пожалуй, наверное, с этого и началось наш путь именно в школьную форму. За это время, что мы работаем, мы начали одевать не только Хабаровск, а это наш раскройный цех. Лекала изготавливаю я все сама. Швейным делом занимаюсь лет с пяти, начиная от кукол. Потом поступила в Хабаровский технологический колледж, хорошо его закончила. Пошла работать в швейное ателье. Там получила свой первый опыт, очень многому научилась. Вышла замуж и после декрета надо работать самой. Муж помогает. У нас с ним очень хороший тандем. Я занимаюсь именно швейным делом, а он очень хорошо может это все продавать. У нас магазин находится недалеко от швейного нашего цеха. Это очень удобно. Но есть одно но, он очень маленький. И мы сейчас как раз находимся в поисках помещения более удобного, более большого. Теперь мы с вами в нашем магазине. Но это уже не моя зона ответственности, это зона ответственности моего мужа. С продажами у нас занимается отлично Дмитрий. Одним из преимуществ нашего предприятия то, что мы очень мобильные. Посмотрели сериал «Лэнсдэй», сшили платье. Посмотрели фильм про девочку-робот, сделали платье вот таким фасоном. Юбки, которые в японском, в корейском стиле тоже очень популярны. Разными цветами, разной клеткой. Так что приходите 248... Самый популярный и самый задаваемый вопрос в школах, почему мы отшиваем только девочек. К сожалению, наше производство небольшое, и пока мы не можем расширить его. Одним из подтверждений нашего успеха нас копирует Новосибирск, нас копирует Москва, нас копируют Екатеринбург и другие города. Нам это на самом деле очень приятно. То есть, значит, мы популярны. Нас часто спрашивают, какие у нас планы, хотим ли мы уехать отсюда. Но мы точно можем сказать, что нет, не хотим. Мы знаем, что мы делаем дело, которое нужно городу. На самом деле в Кабаровске очень много возможностей на данный момент. Главное работать, не терять бодрости духа и знать, что все получится. И тогда действительно все получится. Поэтому мы будем захватывать дальше Кабаровский край. Кабаровидск! Главное floss! Субтитры подогнал «Симон»